Приветствую вас, и первое, что можно предположить, это то, что у мужчины проблемы. Проблемы не связаны напрямую с вами, проблемы в жизни, может быть на работе, может быть на учебе, может быть в семье, может быть с друзьями, и если это действительно так, то вам просто необходимо проявить терпение, понимание, лишний раз его не тревожить, не давить на него, не навязываться, оставить его в покое, и в конце концов он с вами поделится, потому что мужчина, такое вот вещество, которое хочет выглядеть сильным, не хочет показывать слабости, не хочет проявлять их, и хочет казаться самым сильным, самым неприступным, холодным и так далее. Естественно, вам нужно поспрашивать у знакомых, у родных этого человека, не случилось ли что-нибудь у него, не произошло ли в его жизни что-нибудь такое, что отдалило его от фаз, нет у него каких-то проблем, и если все-таки что-то есть, то постараться просто напрямую по мусочным бредам, не давая понять, что вы об этом знаете. Если человек не захотел говорить, то значит таковое его желание, и лучше оставить его с ним, потому что все-таки, ну, личность имеет право что-то оставлять при себе. Вот это мы с вами прояснили. Теперь, что касается второго, то здесь возможны несколько вариантов, это личные отношения, причины скроющиеся в личных отношениях, и здесь можно говорить о том, что что-либо у вас с ним появились определенные проблемы, и тогда эти проблемы необходимы вам в первую очередь самостоятельно проанализировать, выявить, извлечь какой-нибудь опыт, что-то для себя взять, и мужчине предоставить уже непосредственно выдержку из этих проблем, выдержку, которые, по вашему мнению, могли испортить отношения между вами. Если это действительно случилось, то мы же не нужно сказать, вот, ты знаешь, я помню, произошло, вот, между нами, там, то-то-то-то-то, вот, ты, пожалуйста, не обижайся, лучше послушай меня, как я вижу эту ситуацию, и давай ее поясним. То есть мужчина здесь встает перед фактом, вы его ставите перед ним, и по его реакции вы поймете, какая проблема действительно его волнует. Сделать это лучше либо очно, либо по видеосвязи, потому что в сообщениях это достаточно проблематично сделать. В любом случае тут нужно настойчивость, потому что мужчина в первый раз, может быть, не прореагирует на проблему, лишь только попробовав несколько раз, вы сможете понять, то или не то это обстоятельство, которое повлияло на ваше отдаление и охлаждение. Если же ничего нет, никаких нету предпосылок, то есть нет ни проблем у него, ни проблем с вами, то это говорит о том, что чувства мужчины немножечко поугасли, и он уже не так активно настроен на взаимодействие с вами. Такое бывает, и здесь важно, опять же, не навязываться, опять же, не давить на мужчину напротив, вести себя позитивно, непринужденно, весело, принимать то, что он вам дает, но при этом, отдавая себя отчет в том, что человек обосрабливается от вас, необходимо и самостоятельно также обосрабливаться. То есть, вот он позволяет себе, например, в этом не обращать внимания, да, Вердей. Вы делаете то же самое. То есть, вы можете не заходить там, допустим, в ту же социальную сеть темными днями, а можете там где-то гулять, что-то делать. Если ему не все равно, если чувство к вам, у него еще осталось, то он рано или поздно спросит вас, как вы, что у вас там произошло и так далее. Вы ему спокойно, без агрессии, без всего, ты видишь, что вот, ну, вы гуляли там, сидели, а он спросит, где, скажите, скажите, где, опять-таки спокойно и все. И если он скажет, типа, почему ты гуляешь, а вот почему ты делаешь так, вы обедите спокойно, скажите им, что, ну, так, понимаешь, у тебя на меня нет времени, я понимаю, я тебя не заставляю, но мне это жить как-то надо, вот я и живу, и все. И мужчина останется перед, опять-таки, фактом, ему останется либо принять ваше текущее положение, текущее поведение и ничего с этим не делать, либо что-то делать, чтобы вы меньше проводили времени, соответственно, он больше будет проводить времени с вами. Это его ответ вид покажет, что он поступал неправильно и вернет к вам, если чувства у него еще остались. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если я сделаю его лучше. В... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...